всем привет с вами школа живопись маслом меня зовут татьяна китрарь и сегодня мы с вами поговорим о том почему оттенки получается грязными ходят в какие-то непонятные цвета и как этого избежать поехали подписывайтесь кстати на нас в соцсетях ставьте лайки если вы этого еще не сделали и давайте рисовать сегодня мы с вами разберем почему оттенки получаются грязные как этого нам избежать для начала поговорим о том что существует три основных оттенка из которого уже сочиняются остальные оттенки это желтый красный и синий из них мы можем составить абсолютно все оттенки единственное что есть разные вариации желтого есть теплый желтый холодный есть теплый красный и холодный красный также синий тоже из теплый и холодный за счет всех этих вариаций комбинации и получаются остальные оттенки смотрите что будет если мы смешаем все эти три оттенка у нас как раз таки получится так называемая грязь или проще говоря серый оттенок это неплохо нехорошо иногда нам необходимы серые оттенки причем чем они сложнее тем бывает лучше и варьировать интенсивность синего и его оттенок можно с помощью добавления того или иного цвета в большем количестве например если я добавляю больше синего то у меня получает получается такой очень холодный серебряный оттенок если я добавляю больше красного то оттеночек серого уходит больше фиолетовый если добавляю желтый то у нас уходит в какой-то зеленоватый оттенок серый вот если смешать их все в равной пропорции то получится такой очень нейтральный серый серебряный оттенок вот таким образом у нас смешались эти три цвета как я и сказала это неплохо и нехорошо иногда нам необходим именно сложный сложно сочиненный такой красивый оттенок какого-либо серого цвета вот например эти три оттенка мы смешиваем и у нас получает сложный серый это в принципе даже преимущество потому что нам достаточно во многих картинах нужны сложные закрытые цвета которые у нас будут показывать какие-то необычные оттенки вот например мы добавили в этот серый зеленый и у нас получился очень красивый оттеночек зеленого также в масле есть правило не смешивать больше трех пигментов что это обозначает что это означает это означает что мы не должны смешивать больше трех пигментов а пигменты это у нас не краски не тюбики а то что указано в составе краски например здесь у нас пб 15.3 и пб4 что это означает пб это пигмент blue а пв это пигмент white это значит что в этой краске у нас есть два пигмента голубой и белый blue это даже синий у нас пигмент то есть здесь у нас уже идет два оттенка причем если мы этот оттеночек добавим например к ультрамарину то видим что у нас он будет чуть-чуть высветлять то есть там есть белило поэтому он будет становиться светлее это логично вот если мы еще белило используем то у нас получается такой оттеночек это у меня на кисти был предыдущий вот этот зеленый оттенок посмотрите как красиво получается и когда мы смешиваем больше трех оттенков мы как раз уходим в сложный какой-то серый закрытый цвет что значит закрытый цвет это тот цвет который мы не можем идентифицировать на первый взгляд например вот этот оттенок у нас имеет какой-то очень сложный цвет этот этот и если мы сразу не можем обозначить из каких пигментов состоит тот или иной оттенок значит что он закрытый например если мы посмотрим сюда на палитру то оттенки открытые это однозначно желтый это однозначно красный это однозначно синий голубой в общем тут тоже все понятно вот эти цвета у нас открытые а здесь у нас уже располагаются закрытые цвета так что же нам необходимо делать для того чтобы сохранить цвета чистыми во первых смешивать похожие цвета по тепло-холодности например если мы смешаем теплый красный и теплый синий добавим в них белила то у нас получается такой нежный фиолетовый оттенок причем это тоже не самый удачный оттенок фиолетового именно если рассматривать в точке зрения фиолетового потому что кадмий красный не очень хорошо подходит для смешивания фиолетовых оттенков например если мы смешаем кадмий красный и ультрамарин сейчас тоже посмотрим какой оттеночек мы получаем тоже получаем примерно такой же оттенок только здесь у нас большее количество белил но это и логично потому что в небесно-голубой у нас тоже присутствует белил и поэтому этот оттенок получился просто посветлее вот таким образом это очень два похожих оттенка для того чтобы получить красивый фиолетовый мы будем использовать краплак краплак холодный оттенок красного и он будет очень красиво сочетаться и с голубым и с синим и давать яркий насыщенный фиолетовый или например желтенький лимонный он считается холодным чуть промоем кисть желтенький лимонный плюс ультрамарин будет давать довольно красивый зеленый оттенок вот тут если мы смешаем и тоже будет он немножечко такой припылен и закрытый какие оттенки не стоит смешивать на самом деле нет такой рекомендации не смешивать какие-то оттенки потому что у нас всегда есть разные задачи иногда мы хотим увести цвет в более пыльный какой-то сложный иногда мы хотим сохранить чистоту например вот добавив в кадме красный белила мы сохраняем чистоту оттенка просто варьируем тон делаем его посветлее вот но яркость краски она в общем то сохраняется то же самое с голубой краской если мы добавим в нее белила она сохранит свою яркость станет лишь светлее если мы добавим к ней белила яркость сохранится она станет светлее поэтому для того чтобы сохранить чистые яркие цвета мы используем как можно меньше оттенков не соединяем теплые и холодные оттенки как например кадми красный и синие такие ультрамаринчик и небесно-голубую мы добавляем в чистые цвета белила и тем самым делаем их светлее либо темнее с помощью например в синий можно добавить индиго или в голубой индиго чтобы сделать их потемнее или в зеленый мы также можем добавить индиго для того чтобы сохранить чистоту цвета мы используем меньшее количество оттенков но помните о том что во множестве картин нам будут требоваться такие сложные пыльные красивые оттенки поэтому не бойтесь смешивать цвета не бойтесь пробовать не бойтесь что какие-то оттенки будут уходить в серебро на самом деле очень хорошо помогает такая тренировка вы выдавливаете все краски которые у вас есть смешивайте их с белилами смотрите как они раскрываются с белилами и пробуйте сочетаете разные оттенки на вашей палитре это вам позволяет узнать перспективу вашей палитры что из нее можно получить какие оттенки из нее можно намешать и как краски будут работать друг с другом поэтому тренируйтесь дружите краски изучайте вашу палитру и не бойтесь создавать какие-то серебряные оттенки но и сохраняйте некоторые оттенки чистыми и звонкими спасибо что присутствовали сегодня с нами на уроке переходите по ссылке внизу на регистрацию на бесплатный вебинар также переходите к нам в соцсети подписывайтесь там еще больше полезной информации а я с вами прощаюсь всем пока пока